Бип-бип человеке. Сейчас я вам расскажу историю про Ника и Джуди из Зверополиса. А еще обязательно подпишись на наш телеграм-канал, для настоящих фурии извращенцев. Ссылка на него тоже есть в описании под роликом. Ну а мы начинаем. Короче погнали. Абсолютно каждый знает, что утром в понедельник труднее всего вставать. Джуди Хобб с большим трудом смогла поднять своего парня с кровати. Он чрезвычайно сильно хотел спать, и постоянно отключал будильник. Освежающий душ, а также чашечка крепкого кофе, быстро привели рыжего самца в норму. Буквально через полчаса наша пушистая парочка были уже на работе. Не успели они добраться до своего кабинета, как на телефон Ника пришло сообщение от его друга Финека. Этот зверек написал, что попал в серьезную переделку, и ему срочно нужна помощь. Наши пушистые герои сразу же рванули к дому, в котором жил этот Финек. Зайдя в трейлер, дверь которого была открыта, полицейские нашли записку. Там было написано, чтобы в течение трех дней был погашен долг этого зверька, иначе его покромсают на колбасу. Финек задолжал каким-то бандитам миллион долларов, и конечно же не стал ничего возвращать. Этот мелкий мошенник довольно часто так поступал. Он либо проигрывал бабки в карты, либо собирал средства на открытие очередного бизнеса, а потом внезапно исчезал. Так что это было как раз в его стиле. Но на этот раз наш Финек попался. Ник и Джуди решили тщательно осмотреть его жилище, чтобы найти какие-нибудь улики. Крольчиха включила ультрафиолетовую лампу, с целью найти биологические следы похитителей, но сумела обнаружить лишь биологические выделения Финека, разбрызганные абсолютно повсюду. На стенах, на полу и даже на потолке. Этот маленький извращенец был очень любвеобильным, но совершенно нечистоплотным. Как же он умудрялся приглашать девушек в свой клоповник, это было совершенно непонятно. Порывшись по ящикам, Морковка нашла большую стопку фотографий. На одной из них, Финек был одет в женское платье, а Николас целовал его прямо в губы. Джуди просто офигела от увиденного и решила спросить у своего парня о том, что было между ними. Лис немного засмущался, ему стало чрезвычайно неловко. Это было больше десяти лет назад. Начал вспоминать рыжий парень. Мы были молодые, и любили экспериментировать. Продолжил говорить Николас. Затем он рассказал о том, как они частенько тусили вместе в этом самом трейлере. Пили очень много пива, а потом делали друг другу приятно. Как же они тогда отжигали, и жарили друг дружку до потери пульса. Финек с виду кажется очень суровым и грубым, но на самом деле он очень нежный и ласковый. Ему без ума нравится примерять разную няшную одежду. Кстати, он до сих пор этим занимается. Вам кажется, что он просто так носил костюм милого слоника. Я так не думаю, ему было чрезвычайно приятно в нем находиться. Значит ты мне наврал. Сердито фыркнула Джуди. Ты мне говорил, что раньше встречался только с лисичками. Добавила она, хмуря брови. Это не считается, мы же не встречались. Возразил лис, разводя лапами. Мы просто жахались по дружбе. Добавил он, надеясь на снисхождение. Я вас двоих наедине больше никогда не оставлю. Решительно прокричала ревнивая зайка. Поверить не могу, что ты полный бип-бип. Ужаснулась ушастая девушка. После этого, Николас обнял свою подружку, а потом успокоил. Он сказал, что никогда не изменит ей, тем более с этим хулиганом, которого кстати нужно срочно спасать. В той угрожающей записке был указан адрес, куда нужно было принести миллион баксов. Но у наших пушистых героев не было столько денег. Нужно взять в долг у мистера Бига. Предложил рыжий полицейский, смотря на свою напарницу. Мы ни за что не будем брать деньги у мафии. Возразила крольчиха, делая суровый вид. Ты хочешь, чтобы нас в проруби утопили за долги? Добавила она, со страхом в глазах. Немного подумав, наша пушистая парочка придумала гениальный план. Николас кинет сверток с игрушечными деньгами в мусор, а Джуди будет наблюдать с крыши в подзорную трубу за зверем, который его заберет. Потом они проследят за похитителем и вызовут подмогу. Казалось бы, что этот план просто идеальный, но в итоге все пошло по рыжему болту. Когда лис подошел к нужной точке, то сразу же подъехал черный фургон. Оттуда выпрыгнуло четверо головорезов, которые долбанули рыжего парня по морде, а потом затолкали в машину, и благополучно уехали. Крольчиха находилась слишком далеко, и ничего не успела сделать. Ник очнулся на заброшенном заводе, находившийся где-то в джунглях. Он был привязан к своему лучшему другу, который очень сильно этому обрадовался. Джуди нашла фотку, на которой мы с тобой целовались. Вздыхая, произнес рыжий парень. Теперь она знает, что мы с тобой занимались сексом. Прошептал он расстроенным голосом. Нас сейчас порежут на ковры, а ты паришься из-за такой фигни. Прокричал Фенек, а потом начал трястись из стороны в сторону. Я тебе сейчас голову откушу, если сумею дотянуться. Добавил он, злобно скали зубы. Ты продолжаешь спать с парнями? Или это было только между нами? Поинтересовался лис, пытаясь порвать веревку своими острыми когтями. Конечно, я продолжаю это делать. Недавно я отодрал одного пухлого лисика. Я еще хочу спросить, а ты это? Блядь, да закрой уже свою пасть. Перебил его озверевший Фенек. Давай грызи веревки быстрее. Заебал уже со своими вопросами. Приказал маленький зверек. Буквально через полчаса два друга сумели освободиться, и благополучно сбежать из этого места. Вот только странно, что похитителей рядом не было. Может быть им просто повезло, а может за ними следят со стороны, и готовят новую ловушку. К вечеру Николас вернулся домой, и обнял свою девушку, которая зарыдала от счастья. Слава хвосту, что ее мужчина вернулся домой в целости и сохранности. Продолжение следует. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok